Студия 89,9. Концертный зал. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадио канал Страна ФМ в эфирной студии Роман Шахов, Александра Хайрулина. Мы вас искренне приветствуем и счастливо сообщим сегодняшний концертный зал имени Влада Топалова. Добрый день, вечер, вечер, день. Влад, привет! Ну заслужил как никто в этом году, чтобы концертный зал имени тебя уже в конце концов был назван. Это приятно, да. Мы очень рады тебя, правда, видеть. Ты, конечно, большой молодец. Ты столько поводов в этом году подкинул своим поклонникам. Есть о чем поговорить, да, я понимаю. Всего журналистам и так далее. Просто ты невероятный молодец. И, ну, надо сказать, ну, конечно, ты не один. Спасибо, что вырвался. Ты не один, да. В этой истории замешан. Инфоповоды, конечно, и супруг твоя прекрасная тоже подает. Мы, короче, спешим поздравить, пользуясь случаем вас, и со свадьбы, и с рождением чудесного вашего сыночка. От всей души. Это очень-очень искреннее поздравление для тебя, для Региночки. Ну, скажи, пожалуйста, высыпаешься? Самый главный вопрос, который всегда задают молодым родителям. Понимаете, конечно, нет. Конечно, не высыпаешься, но это вот то ощущение, когда... Это как бы нормально. То есть это не что-то из ряда вон выходящего. Это вполне логичное развитие событий. Морально к этому я лично был готов. Физически, конечно, нет. Потому что, казалось бы, вроде, ну что, подумаешь, не спать. Но вот эти вот подъемы раз в два, в три часа постоянные, конечно, еще эмоции, еще волнение в любом случае не придают легкости ситуации. Но это как-то вот... Когда нет других вариантов, ты к этому относишься, организм относишься по-другому. Поэтому уже вошли в ритм нормально. Ну, а с ролью отца ты уже как-то смирился? С выкси, скажи. Или пока еще нет понимания такого? Подгузники на тебе, скажи. Нет, в смысле, не сейчас на тебе. Не поверишь. Это вообще никакая не проблема. Подгузники. Я думал, что это будет очень большой проблемой для меня лично. Оказалось, вообще нет. И когда это свое родное... Сколько раз ты благодарил людей, которые их изобрели когда-то. Я недавно с кем-то это обсуждал. И, по-моему, мы сошлись на мнении, что это лучшее изобретение 20 века. Лучше. Это точно. Потому что рассказы родителей, как они меняли пеленки, стирали их. Марлечки. Да-да-да. Это сложно. Это очень страшно. Нормально. Все хорошо, все интересно, все весело. Да, где-то непросто, но это нормально. Нормально. Ну, что испытываешь? Вот держишь на руках своего сына. Какие эмоции? Наверняка ведь то, чего раньше никогда не испытывал. Или нет? Или спокойно абсолютно? Безусловно. Это эмоции восторга, радости, счастья, трепета какого-то. Пока все. Ответственность. Вот ответственность появилась другая. Я очень тепло одеваюсь. Теплее, чем обычно. Я очень аккуратно езжу за рулем. Стараюсь высыпаться. Стараюсь правильно питаться. Потому что понимаю, что уже не фигура важна. Уже важно твое здоровье и самочувствие. Ты понимаешь, что если ты будешь плохо есть, то ты будешь плохо себя чувствовать. А ты не можешь себе этого позволить. Поэтому вот это основные вещи. Однако вот эти вот записи в инстаграм. Ну почему? Почему я так люблю есть? За что? И фотография с пиццей, которую сам приготовил и съел благополучно. Саш, там были только правильные грабиеры. Ну, домашняя пицца, да, надо сказать, она, конечно, пополезнее чуть-чуть, чем покупная. Но это большая проблема. Я очень люблю поесть. Я люблю поесть. И приходится с этим бороться каждый день. Я ненавижу треажерный зал. Я ненавижу спорт. Ты об этом пишешь, да. Я каждый раз тебя заставляю. То есть даже хорошая фигура, хорошее самочувствие все равно не повод для меня. Да, я пойду, я клево себя чувствую. И в пять утра встану, да. Нет, это всегда. Каждый раз одинаковая рука. Преодоление самого себя. Да, да, да. Влад, дорогой, мы, конечно, поговорим обязательно и про семью, и про себя. Но нам пора начинать музыкальную часть нашего концерта сегодняшнего. Скажи, пожалуйста, что это будет за материал, который мы сегодня послушаем. Будут песни новые, песни старые. Песня, которая сейчас исполнена, называется «Параллельная». Она была написана мной и еще одним замечательным человеком. Его зовут Дмитрий Нортман. Песня про параллельные миры. Ну, в общем, послушаем. Мы будем слушать, конечно. Эти сны Не станут реальностью И в этой несправедливости Нет нашей вины Сколько бы мы Мы не пытались отчаянно Пересечения Исключены Параллельная Вселенная Беспредельная Любимая Необъяснимая И ненестижимая Ты моя Вселенная Параллельная 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 Мы с тобой Родные и близкие Но аргументами вескими Разделены И уже Руки твои Руки твои Не держат И вместе Не засыпать Под светом Луны Параллельная Вселенная Беспредельная Любимая Необъяснимая И ненестижимая Ты моя Вселенная Параллельная 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 Вселенная Беспредельная Любимая, необъяснимая и ненестижимая Ты моя вселенная Параллельная вселенная Беспредельная, любимая, необъяснимая И ненестижимая ты моя вселенная Параллельная, параллельная Параллельная, параллельная Параллельная, параллельная Браво! Спасибо! Влад Абалов, друзья! Влад, спасибо тебе! Как все прожило! Особенное спасибо, конечно, за эти потрясающие инструменты классические, которые мы услышали там. Спасибо! Это невероятно красиво! Он же скрипач! Я скрипач в детстве был, но я очень давно не играл на скрипке, очень давно. Так что, да, в этой композиции не Влад играл на скрипке, хотя мог бы говорить спокойно, что ты делаешь ты. Играли, это живые скрипки играют, да, но очень мало кто это слышит и, соответственно, оценивает. Я понимал, что этот трек будет такой больше для себя, для души, мы играли живьем. Ну, тут все живьем, все, тут нет ничего компьютерных сэмплов. И, ну, для меня, как для музыканта, это такой просто приятный творческий процесс. Понятно, что эта песня не играет на радио, она особо не востребована людьми, но она вот мне очень близка и очень красивая. Да, правда. Слушай, ну а концертная программа, у тебя есть, например, акустика, есть электричество? Расскажи, вот такие песенки где-то можно послушать. Есть электричество. Электричество, да, есть. Но электричество понятно, что его много, да. Правильный вопрос. Да, у меня есть акустическая программа, где я на гитаре, гитарист, бас акустический, перкуссия, рояль акустический и два бок-вокалиста. У нас есть вот такой состав, опять же, это больше для души, потому что, как правило, под эту музыку надо слушать, сидеть, выпивать, кушать. То есть это не дискотека, это не танцы. Но это уже электричество, да. Да, вот где нужно танцевать, там уже, конечно, большой состав, и там все мы уже играем, валиваем, играем кавера, свои песни, ну, да, есть разные программы. Вот, уже интернет гудит, и говорят, что ты собираешься в новом году отправиться в гастрольный тур. С божьей помощью, да. Да, большой такой вообще российский тур. И, значит, ты уже готовишь программу, собираешь к этому, к этой истории. Ну, начнем с того, что я давно не был в сольном гастрольном туре, года с 2010, если я, ой, да, ой. Давненько, боже мой, да. Давно, да. Да, я сейчас работаю над альбомом, и он, я надеюсь, выйдет весной. Если все у меня сложится правильно, я успею записать, то выйдет он весной. И после альбома... Уже в поддержку поеду. Конечно, я поеду в поддержку, да, поеду в тур. Достаточно он будет большой, да, мы планируем где-то 30-40 городов. Вот, ну, сейчас ведутся переговоры, понятно, что надо, чтобы еще люди пришли. Так-то дату забить каждый дурак может, надо, чтобы люди пришли. Вот, поэтому я активно сейчас работаю, конечно, над тем, чтобы пришли люди. А чтобы они пришли, нужно сделать новый материал. Я очень благодарен публике за их поддержку моей песни «Там, где ты». Это для меня очень много значит, и я долго к этому шел. Я несколько лет ничего не выпускал, и много работал. И на этой песне тоже очень много работал, ты сам признаешься, что несколько месяцев ты что-то там все переписывал, переделывал, пересматривал, передумывал. Да, это такой мой второй ребенок, наверное, если можно так сказать. Потому что я, правда, долго ее вынашивал, долго ее готовил, долго записывал, переделывал. И я очень благодарен, что она нашла такой отклик у публики. Ну, потому что очень хитовая вещь получилась, однозначно. Вы знаете, да. Я не побоюсь быть нескромным. Мне кажется, что она, правда, достойна. Вы знаете, у меня много было в жизни разных ситуаций, когда я понимал, что песни, ну, вот, ну, окей. И тут я искренне в это, с самого начала я очень верил в эту песню. И она мне, правда, нравилась. Но до результатов, и учитывая там большой какой-то перерыв и такой гэп в моей творческой жизни, я так немножко сомневался. Но в душе я чувствовал, что она прям классная. Мне за нее было не стыдно. Я с удовольствием ее показывал. Я с удовольствием о ней говорил. И вот как-то с гордостью. То есть я поняла, что это достойный материал. И когда она вышла, и вот сейчас радиостанции взяли ее в ротацию. Телеканалы взяли клип. И очень она людям нравится, и люди много пишут хорошего. И я прям, ну, горжусь. Горжусь. Клево, да. Я не побоюсь от скромности. Прям хорошо получилось. Ну, песня отлично. Клип достойный отдельного разговора. Поэтому у нас сейчас небольшая пауза. Оставайтесь с нами. Мы вернемся в студию. Студия 89,9. Концертный зал. Дорогие друзья, концертный зал на телерадиоканале Страна.ФМ продолжается. У нас сегодня в гостях Влад Топалов. Если есть вопросы, пишите их во ВКонтакте. У нас есть публикация, посвященная визиту Влада. Поэтому вопросы будем задавать. Ну, а сейчас... Поговорили про песню там, где ты. И обещали поговорить про видео. Потому что, ну, это отдельная красивая история. Этот клип. Конечно, там практически история рассказана вся, да. С детства. Сколько лет там. Ну, максимально коротко, конечно, да. Да. Клип. Что тут? Ну, на самом деле, им все сказано. Сказано. Да. И главное, что-то пересматривать и пересматривать. Да. Наверное, можно было и нужно было снять какую-то долгую версию 10-минутную. Но мне хотелось отразить в своем творчестве свой жизненный путь. Немного артистов это делают. Немного артистов не боятся это делать. Да, и многие это делают честно. Он достаточно вызывающий. Он может вызвать спорные мнения. Я понимаю это. Но это честно. И это моя история. И я очень рад, что благодаря Богу, родителям, близким, моя жизнь вот так вот кардинально повернулась на 360 градусов. И в моей жизни все поменялось. Это я просто смотрю на то, что сейчас происходит на музыкальной арене. Не знаю, как сказать. Нормально. Да. И я, конечно, расстраиваюсь. Мне совсем это непонятно. Я, когда был маленький, я многое не любил. Говорил, это говно, это плохая музыка. И мне мои старшие товарищи, друзья, отца музыканты, меня воспитывали и говорили, что не бывает плохой музыки. Есть музыка для каждого слушателя. Если у этой музыки есть какой-то отклик, значит, в ней что-то есть. Ты, как музыкант, обязан разобраться. В общем, самое идиотское то, что такая история самая случилась с группой Джамирюквай. Я ее не знал. Я говорил, что это Джамирюквай, это говно. Я любил рок-музыку. И мне папин друг просто дал подзатыльник. Мне было лет 13. Он говорит, ты что, дурак, что ли? Как? И что вы где-нибудь сказали? Что ты несешь? Он говорит, каждый, ты должен уметь разобраться. Если ты хочешь быть музыкантом, ты должен знать. И я включил, послушал, и с тех пор я большой фанат Джамирюквай. Но Джамирюквай совсем не то, что сегодня. Что сегодня, по-твоему, расскажи. Я не буду, я не хочу называть имена, потому что это неуважение и это некорректно. Поэтому я не буду конкретизировать. Но вот многое, ну хорошо, в основном там вот эта рэп-культура. Но я слушал, я люблю Джей Зи, я люблю Тупака, я люблю Эминема. И там Оксимирон очень крутой и классный. Но есть очень много такого, что я искренне пытаюсь понять. И я не понимаю, зачем это, для кого столько мата, столько грязи какой-то. И это пропаганда, пропаганда. Я вспоминаю свое детство. У нас тоже было много андеграунд-музыки. Много было, там какая-то, я помню, красная плесень была. Да, да, да. Но это все было очень вот где-то андеграунд. Очень локально. Да, мы к этому имели доступ. Конечно, в протест родителям мы это слушали. Но потом мы как-то вот... Я не понимаю, как я это слушал. Но сегодняшняя вот эта культура, она идет в каком-то в основном пласте, что ли. Интернет ей в помощь, конечно. Да, да. И я знаю, к чему, как никто, я знаю, к чему ведет такой образ жизни. И знаю, к чему... Что может случиться с человеком. Я хотел своим клипом показать, что можно и нужно меняться. И вопрос времени, когда вот этот предел падения вниз, он случится при таком образе жизни. И это сложно, это тяжело, но это возможно. И вот я... Наглядный пример. Я не хвастаюсь ни в коем случае. Я делюсь своим счастьем, радостью и делюсь своим опытом. Потому что, мне кажется, в очень скором времени он вот этим ребятам понадобится. Вот. Ну, такая... Потрясающе, там, трогательная съемка с Региной, конечно, там еще с сыночком, который в животике у вас. Папу, как тебе удалось уговорить, сняться в клипе. Скажи, вот, Михаил Генрихович, как бы он сказал? Влад, да, конечно, легко. Давай, когда в съемке, где, во сколько встречаемся? Или папа не знал, что снимается в клипе. Мне хотелось... Вот эту реакцию, вот такую улыбку, мне хотелось вызвать ее у зрителей после такого серьезного... Да, 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 повествования. Да, да. И я придумал эту историю, да, с папой. Но папа, поскольку очень занятой человек, и, конечно, он небольшой поклонник шоу-бизнеса, при этом он очень любит музыку. И, конечно, он любит своих детей. И я предложил ему как есть. Я думал какие-то вот предлоги, просто произвожу как есть. Пап, очень хочу, чтобы ты снялся вот у меня в ролике. Вот есть такая интересная, веселая, шуточная у меня идея в конце ролика, чтобы ты вдруг появился. Вот, потому что папа, естественно, критикует все, что делают дети. Все плохо, все не то. Ты делаешь все неправильно. Вот я когда-то смеш, вот я вот это, но ты же не слушаешь, вот ты что-то делаешь. Ну вот, и у нас, конечно, и на тему этой песни, на тему этого клипа у нас был такой же разговор. Я говорю, пап, давай ты снимешься, и ты ему в конце скажешь, что что ты поешь это в фильме, давай с поясом. И он, собственно говоря, все, в принципе, из реальных событий, как бы оно все и выплоло. И пап согласился. Пап, спасибо тебе большое. Потрясающе, правда, сюжет, за что тебе спасибо. И папе, конечно, тоже отдельно, потому что он очень яркий, краску с такую добавляет обалденную. Да, да. Там есть и юмор, и все. Ну и спасибо за трогательное поздравление ко дню рождения папы, потому что, друзья, вот почитайте в Инстаграме у Влада, как можно поздравлять любимого папку с днем рождения. Руб просто тоже отцом является, конечно, я думаю, он поставил себя на место папы Влада, да, и подумал, наверное, как же, чертовски приятно просто прочитать такие, или услышать такие слова в свой адрес. До глубины души. Спасибо, спасибо. Который всяким бывал, и по-разному, и все такое прочее. Влад, дорогой, ну скажи мне, пожалуйста, вот что еще. Наверняка уже подумываешь о съемке следующего клипа. Да, они состоятся во второй половине января. Конечно, пожалуйста, вот вам, что это будет за песня. Позавчера я, наконец-таки, утвердил текст. Я на ней работаю где-то тоже с октября, наверное. Параллельно вот мы с Тамгитой начали делать ее. Невозможно было. Она шведская, и так же, как и там, где ты. И там был оригинал английский текст. И нужно было написать русский. Просто невозможно. И слава богу, моя близкая, хорошая подруга Лара Делия, которая автор многих-многих-многих потрясающих песен, и Билана «Невозможное, возможно», и Лазаревский «Это все она», и много-много еще всего. Она написала текст, который мне нравится, в котором есть идея, в котором есть правильный, хороший смысл и посыл. И я себя загнал в небольшую такую ловушку, по-моему, сам, вот последним крайним треком. Вот я был честный, я рассказал свою историю, я рассказал историю от себя, и я сейчас уже не могу придумывать. То есть много было вариантов текста, но просто красивый текст. Ну, конечно, да, просто слова. Я понимаю, что как вот я, вот, рассказав людям такую историю, открыв себя и будучи искренним с людьми, как вот я сейчас спою про что-то странное, да? Мне нужно опять петь от себя. Необходимо держать уже. Да, да, да. Уникальный человек какой-то просто. Я мучился, мучился. Вроде получилось. Я завтра ее записываю, надеюсь, что получится. Надеюсь, что получится. Выдем на феврале, в марте. Прямо будем ждать. У нас пауза небольшая, оставайтесь, знаю. Дорогие меломаны, если вы уже волнуетесь, что мы все разговариваем да разговариваем, сейчас концертный зал превратится еще и в музыкальную программу. У нас, напомню, в гостях Влад Топалов и следующий трек. Вы не поверите, это не придуманная история. Мне вчера или сегодня, по-моему, сегодня ночью приснилось, что я забыл текст вот этой песни, которую я сейчас буду петь. Я вот был сейчас в офисе, на студии у себя. И я ее начал петь и реально забыл текст. Поэтому я сейчас ее спою. Она называется «Домой». Песня про то, что у каждого есть какой-то свой дом и должен быть дом. Необязательная постройка. Это дом жена, дети, родители, друзья. И вот она про это. Ее написала замечательная девушка. Ее зовут Рита Дакота. Чудесная, да. Да, правильно же, «Домой». Смотримся. Эй! Рисую планеты в своей голове. Шатаюсь по свету, навстречу судьбе. Но эти дороги ведут лишь к тебе. Моя автострада, гитара и дым. Со мной мои песни, и я не один. Но понял лишь здесь, что мой дом – это ты. Я прячу в карманы пустые мечты. Я прячу в карманы пустые мечты. Все то, чем не стану, и вроде остыл. Но не перестану искать высоты. Я еду в карманы пустые мечты. Я еду домой, где нужен, домой, где лучше, домой к себе. А одной. Я еду домой, я еду домой. Я еду домой. Мне много не надо, с тобой бы навек. Я делал ошибки, ведь я человек. Пустые попытки и сил уже нет. Во мне океаны, поля и леса. Но знаю, что глубже лишь эти глаза. Я верю, что нужен, и я по глазам назад. Я еду домой, где навсегда с тобой. Я еду домой, где нужен, домой, где лучше, домой к себе. А одной. Я еду домой. Я еду домой. Лишь старый приемник со мною не спит. А мы своим детям расскажем однажды Сто тысяч историй о нашей любви. Я еду домой. 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 Я еду домой, где нужен, домой, где нужен, домой тебе одной. Я еду домой. 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 Браво. Живой эфир, слушай. Браво. Браво. Ты же там забыл-то буквально две строчки? Ты два слова каких-то забыл? Одну строчку забыл, да? У меня есть ощущение, что после этой песни Джон Бонжови должен Рите Дакоте написать что-нибудь в инстаграме или попросить тоже ему песню зачинить. Браво. Рита очень-очень талантливая, очень талантливая, она клевая. Она умница, да, невероятно. Спасибо, если ты слышишь, друг, спасибо большое. Ритечке привет большое, да, мы обязательно поговорим с ней, когда она к нам придет в студию, но сегодня мы говорим о тебе, и, конечно, сейчас переходим к теме воссоединения группы Смэш. Давай. Ну, совсем недавно же уже выступили вместе, да, на юбилей у Юрия Николаева. Да, на 70-летие, да. Да, да. Какие эмоции испытывали? А вот вы с Сергеем и Сережей рядом на сцене. Эмоции, конечно, очень хорошие, очень положительные, радость, счастье, восторг. Мы не пели вместе с 2012 года, и буквально вот вышли на репетиции, спели полтора раза, и вот как будто не было этих лет. Конечно, мы вот настолько друг друга чувствуем и привыкли, и слышим друг друга, и, на мой взгляд, у нас очень хорошо сочетаются голоса и тембры, на мой взгляд. И прям было очень клево, очень здорово и легко, трепетно, волнительно, интересно, здорово. Ну, порвали зал, давай, правду говорили, давай. Зал был мертвый. Начнем с... Зал был, в принципе, мертвый. До вашего появления на сцене. И сложно, но... Или они просто онемели от удивлений и непонимания, они думали, что это... У каждого просто свои мысли были, Саш, ну да. Если честно, ты знаешь, я вот даже не задумывался о зале, настолько я кайфовал и получал удовольствие от момента, просто это было так здорово, что я так поглядывал в зал, конечно, но понравилось им, не понравилось, честно, вот в данном случае мне не важно, потому что нам очень понравилось, и мы кайфанули, получили удовольствие. Забегаем вперед. Нет, мы не воссоединяемся, нет, мы ничего не планируем, нет, мы не записываем, мы просто дружим и друг друг поддерживаем, общаемся, теперь будем дружить с семьями, я надеюсь, что наши сыновья будут дружить, вот, а... вот все. Ну, ты же обратился к Сереже, чтобы он тебе помог, да, что-то там в творчестве, ты рассказываешь об этом в интервью, и в чем заключается его помощь, скажи. Сережа выступил изначально как вокальный продюсер, началось еще с того, я нашел песни, я их постоянно ищу, мы все артисты постоянно их ищем, я сам пишу плохо, я пишу музыку, которую я не готов исполнять, она мне пока не нравится, и она слабовата, надо трезво на это посмотреть, она слабовата, поэтому мы находимся в поиске все время каких-то... Материала хорошего, как говорят, да. Хороший материал. И тут мне присылают набор, там где-то 20-15, не помню, песен шведских, некоторые из них мне нравятся, вот, я выбираю несколько треков, прошу прислать мне минус, чтобы я мог записать, посмотреть, как будет звучать мой вокал. На одну из песен мне приходит отказ, потому что я уже выбрал Сергей Лазарев. Ты посмотри, как он это делает! Вот, мы с ним посмеялись, и она вышла мне на альбоме, она очень ему подходит, она совсем не моя, поэтому я так, я набрал вот там из 10, знал, что выберу там одну-две. И вот выбрал еще вот эту, а посылаю ему, говорю, послушай, что скажешь? И это первый раз за много лет, когда Сережа мне говорит, ура, круто, прям клевая песня, срочно записывай, срочно бери, срочно, давай-давай-давай. Я говорю, о, отлично, мне тоже нравится, буду пробовать. Начинаю пробовать, и у меня не получается, я нашел текст, мне написали, не получается. Раз спел, два спел, три спел, вот, ну, не ложится оно и все, я не могу это объяснить, ну, вот оно просто вот не цепляет, что ли, да, это вот какое-то внутреннее ощущение такое. Я ему звоню, говорю, слушай, ну ты песню выбрал, давай тогда помогай мне записать, потому что у меня не получается, реально, я и так, и так пробую. Я присылал ему демки своего голоса, он говорит, да, не то, давай встречаться. И мы с ним встречались раз, наверное, пять, шесть, может быть, вот, пели, перепевали, он находил время, он ни разу мне не отказал, за что ему большое спасибо, он ни разу не сказал, там мне некогда, там я, он вот говорил, назначай время, я приеду, вот, он под меня подстраивался, и мы записывали, потом, плавно, когда мы определились с вокалом, мы перешли к музыке, к сведению, к мастерингу, и еще в этом он помогал, поэтому, ну, он вокальный продюсер, и сопродюсер всего трека, вот этого, там, где ты. Причем с самого-самого начала всей этой истории, с появления слов, музыки вообще, Да, 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 он с самого начала со мной был рядом, и ему обойтись. Слушай, это тоже такой знак судьбы, мне кажется. Да, да, он, ну, я благодарен, что он откликнулся, что он помог, что он нашел время в своем очень плотном графике, и для меня это ему очень много значит, очень много значит. И он, конечно, знает меня, как никто, поэтому ему было легко, и мне с ним было легко работать в нашей студии. Мы ждем продолжения этой истории, может быть, что-то будет интересное дальше. Но сейчас попробую это успеть, если не получится, опять. Давай. Что, поем там, где ты, да? Да, мы продолжаем. Давайте, а, там, где ты, мы поем, да? Хорошо. Если все идет не так Сам себе не друг, не враг И кажется, что счастье ждет Где-то там, там, там Хватит сил идти вперед Хоть под ногами тонкий лед Вселенная меня ведет По твоим следам Твоим следам Пусть все вокруг сгора Я пойду по краю Я хочу быть там, 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 где ты Пусть остынет солнце Мир перевернется Я хочу быть там, 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 где ты Только, только где ты Только, только где ты Я с тобой увидел свет Я ждал его так много лет И правда для меня просто Это навсегда Пусть все вокруг сгора Я пойду по краю Я хочу быть там, 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 где ты Пусть остынет солнце Мир перевернется Я хочу быть там, 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 где ты Только, только где ты Только, только где ты Все вокруг сгорает Я пойду по краю Я хочу быть там, 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 где ты Я хочу быть там, 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 где ты Пусть остынет солнце Пописано, что ты там принимаешь участие Я принимал участие в феврале того года Это был один раз Насколько я правильно понял У них был сезон, или он есть еще Где ведущие Орел и Решка Ездят, ездят, можно так сказать? В города Да, ездят в города С медийными разными артистами Там, актерами и так далее Ну и, конечно, нам предложили с Региной съездить Я с удовольствием согласился Во-первых, потому что, конечно, это Регина Во-вторых, потому что это моя Любимая передача Кто бы что ни говорил, я ее очень люблю Я не стесняюсь этого Я ее смотрел Сейчас, конечно, реже С участием Регины в том числе Да, да, с участием Регины Такое, что эта программа благодаря Регине Стала твоей любимой там Вы знаете, она мне всегда очень нравилась Сейчас надо правильно ответить Как ведущая Мне очень нравилась Искренне, объективно Как девушка Я никогда на нее так не смотрел В этой передаче Ну, хоть какая-то с рюкзаком Там, в кроссовках Ну, в общем, да Я никогда ее так не воспринимал И мне очень нравилась эта передача Я с огромным удовольствием согласился Но Это, конечно, очень тяжело Очень тяжело И Первые вопросы мои были Регине Когда я с ней только познакомился Как, наверное, у всех Расскажи, а что, правда? Что, правда? А, правда, ничего не едите А, правда, сто долларов А, правда, золотая карта А, правда, едите тараканы Жуков А, правда, не спите И все это оказалось правдой Со слов Регины Я ей поверил на слово Но потом, когда я поехал туда Я убедился в этом на собственном опыте Это очень тяжело И Вот Объективно Низкий поклон И Регине И всем ведущим Это невероятно труд Невероятно Мы За три дня Я спал в общей сложности Может быть, часа четыре-пять Это очень сложно В общем, не твое точно Да Вы знаете Нет, я бы, может быть, и выдержал бы Если бы я захотел То есть Ну, как бы, ко всему привыкаешь Понятно, что раз Ну, если Регина смогла То я тоже смогу Но это очень тяжело Правда Это колоссальный труд Безумно интересно Безумно интересно И Волнительно И Познавательно Очень Я узнал много про Байкал О котором я почти ничего не знал Вот Правда, было жутко холодно Минус тридцать пять И все время на улице Вот, да И Ну, так Экстремальные условия Но очень клево Мы кайфанули Мы, правда, не виделись все три дня Мы виделись только в начале Когда кинули монетку И в конце Когда уже съехались Конечно, ей досталась Золотая карта, естественно Вот Но, в общем, мне даже так Интереснее было бы Я бы чувствовал себя неловко Если бы я был там В вертолете летал А вроде женщина Испытывала нужду Какого-то Да, да, да Если бы просто были друзьями Да, ну, наверное, и ладно А так, как, слушай Твоя женщина Как-то, ну, неловко Поэтому я был рад Сто долларам Я на них прекрасно прожил У меня даже осталось Вот Так что очень-очень здорово Очень круто И Раз уж мы заговорили на эту тему То завтра Выходит Трек У меня Который я подарил Регине Который так и называется Орел или Решка Ух ты Я ничего пока про него говорить не буду Завтра все я расскажу Покажу Это Регина поет эту песню? Нет, я его пою А ты поешь? Я пою Я посвятил ей просто Я сделал ей такой подарок На рождение Нашего малыша Вот Причем смешная история Мне маму тут недавно пишут Владик Ну, вообще девушке полагается На рождение Какой-то подарок Конечно Мама очень любит учить Я говорю Мама, я подарил ей подарок Уже все Все сделал Уже клип и песня есть Отстань Вот Так что Ну, завтра все расскажу Я так сейчас чуть-чуть затравлю Такую маленькую Тизер Вот говорю Завтра все узнаете Завтра же выйдет Ну, вот Друзья Придет завтра Караулить с утра Прямо Судеться Сидеть у Влада Топалова Ждать 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 эту новость Завтра все выйдет Скажи А есть уже такие люди Или были, может быть Которые у тебя просто Как муж Регины Тодоренко Еще раз Ну, наверняка есть Я думаю Среди ее поклонников Может быть Были такие Все Которые Ну, Влад Топалов Да, ну, может быть Кто это? А, так это муж Регина Тодоренко Да, очень-очень много Очень много таких Меня почему-то Это не смущает вообще Может быть, наверное, и должно Как-то Но меня это не смущает Они все маленькие очень Конечно И они не знают, кто я Но справедливости ради Надо сказать, что Очень многие взрослые Не знают, кто Регина Когда я говорил Что у меня есть Новая любимая женщина Да, ну, вот ведущий Орел Что? Понятно, что это вопрос Поколений Да, с ней фотографируются Все маленькие Со мной все взрослые Мы-то были как-то В клинике вместе И бегут А дети фотографируются С Региной Родителей Бабушки Дедушки Как Влада Да, да Подходит Подходит достаточно Ну, мужчина пожилой уже Я бы, наверное, сказал Дедушка с бабушкой Ну, точно за 60 И со мной фотографируются Регина просит ее Сфотографировать Не понимает, кто это И дети всегда наоборот То есть мы на двоих Я думаю, пару раз Олимпийский соберем Сто процентов, конечно Да, да, да Ну, я думаю, что вы Обязательно, конечно Подарите своим поклонникам Какие-то дуэтные вещи Песни, клипы Может быть, целые Концертные программы Не поймите Мы об этом ни разу не думали Почему-то Для всех это такая очевидность И, конечно же, для моего папы Да Я дуэт Что-то кому и нужны твои песни Дуэт нужен сейчас Дуэт Вот Не знаю, почему Правда об этом То есть у нас как-то Даже это не возникало Слушай, ну еще Совместный блог, может быть Ну, зачем? Ребята, я не блогер Я так это Я инстаграм-то с трудом веду Я веду его Но я так это не люблю Мне не нравится Тогда дуэт Вот, да Поэтому дуэт Я думаю, будет Как-то он должен родиться Естественно Мы ждем Мы не торопим Мы с Региной никогда не За последние полтора года Нашего знакомства Мы ни разу ничего не сделали специально Мы не говорили специально Что вот мы встречаемся Мы не сказали специально До сих пор Да вы вообще скрывали это Ну да Поэтому вот как-то Вот оно все у нас Само естественным образом Рождается И оно клево И оно по-настоящему И люди в это верят Это честно Поэтому вот Пока не родилась такая идея Она не родилась Мы об этом думаем Если будет подходящая песня Мы, конечно же, ее запишем С огромным удовольствием Но вот не специально Ну, может, это уже сразу И трио будет Может быть, так Пока вы думаете Может быть, да Может быть, да Что мы сейчас послушаем? А что мы послушаем? Давайте мы послушаем Песню за любовь Отлично Хорошая песня Давай Хорошая песня Листок разлуки Авиабилет А ты улетишь Едва придет рассвет Полчаса у нас Чтоб нарушить ход вещей Наверное, слишком поздно Все менять Но жаль, что я не смог Тебе сказать Что готов на все Лишь бы ты была моей За любовь За любовь твою душу отдаю За любовь твою на краю стою За любовь твою отдаю свою Но тебе не нужна эта боль За любовь твою душу отдаю Пусть она будет рядом с тобой Я не смогу тебя ни в чем винить Наверное, проще не умею Наверное, проще не уметь любить Но понять тебя Мне, увы, не хватит сил Я спрячу боль в игру случайных тем Я спрячу боль в игру случайных тем И без того полны, полно проблем Время лечит все Ну а я, что смог, прости За любовь твою я душу отдаю За любовь твою на краю стою За любовь твою на краю стою Но тебе не нужна эта боль За любовь твою я душу отдаю За любовь твою на краю стою За любовь твою отдаю свою Пусть она будет рядом с тобой За любовь твою душу отдаю За любовь твою на краю стою Все тебе за любовь отдаю За любовь твою душу отдаю За любовь твою на краю стою За любовь твою отдаю свою Но тебе не нужна эта волна Душу отдаю свою На краю стою за любовь твою Отдаю свою Пусть она будет рядом с тобой Тут на корпоративе все танцуют Я говорю, давайте, можно двигаться Бросайте свои ложки, вилки Пейте, отдыхаем, тусуем А если у кого-то день рождения Дорогой Иван Иванович, с днем рождения вас Радости, счастья, здоровья А кстати, страну ФМ с Новым годом С наступающим удачей, денег, здоровья, радости, любви Всего самого хорошего, настоящего и наилучшего Вновь готов быть несчастливой За любовь твою отдаю свою Все тебе за любовь отдаю Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов Друзья, продолжаем вести и танцевать Все сегодня успеваем Вот у нас случился корпоратив только что буквально С годами песни и аранжировки обретают новый правильный смысл Подходящий под мероприятие Под любой формат В общем, друзья, так что обращайтесь, обращайтесь В Новый год-то, кстати, как у тебя, раз уж и заговорили о корпоративах Дома сидишь или работаешь В Новый год я полечу в славный город Сочи 31 декабря, да И там у меня концерт ночью И 1 числа вернусь обратно В семью, в дом, конечно Я не знаю почему Я не люблю жаркие страны на Новый год Я пробовал два раза Я был в Дубае В Дубае Я в Дубае Не понимаю Мы все поняли, где это Да Я был в Америке, в Лос-Анджелесе на Новый год Вот не то То ли потому, что вот мама приучила к семейности какой-то К елке, к подаркам Не поверите, у нас до сих пор наряжены елки Под ней подарки все Как здорово То есть надо упаковать, туда поставить Все стоит Мы садимся за праздничный стол обязательно Мама готовит оливье, курицу, мандарины Все это Почему-то это очень банально, да Но мне это очень нравится Я с такой радостью об этом рассказываю Хотя вроде ничего нового Но каждый раз мы провожаем старый год Слушаем нашего любимого президента Потом встречаем новые Обязательно записочки Записочки обязательно Сжигаем Сжигаем Желания сжигаем В бокал шампанский Выпиваем И потом подарки У тебя вот та записочка Все сбылось в прошлогодние? Хоть одна записочка сбылась Скажи Тогда вот так нужно Расскажи более смешную историю К этим записочкам приучила мама И у меня был один год Это был год, наверное, то ли 12-11 Не помню Вот где-то в начале десятых И у меня было ужасное настроение Вот весь день Это 31-го Прям вот просто ужасно Я понимал, что надо ехать к маме Я поехал Значит, до где-то без 15-12 Я сидел в комнате Вот с таким лицом И смотрел сериал Я не хотел никого видеть Ни с кем разговаривать А там уже все Гости Подарки под девушкой Уже вся эта праздничная атмосфера Мама, Владечка, ну пойдем Мама у нее такая деликатная, нежная Владечка, ну пойдем Владечка, ну праздник же Нет, я выйдем У меня даже была мысль Не выходить 12-12 У меня ужасное было настроение У меня, ладно Пересилил себя, вышел И я не написал записку Ребята, худшего года У меня не было в жизни Просто потом Это просто катастрофа Просто катастрофа Может быть совпадение Да ничего подобного Худшего года в моей жизни У меня просто не было ничего Просто был ад какой-то Вот И с тех пор я стабильно Пишу эти записки Прошлая Прошлогодняя записка Да, начала сбываться Да Я, честно говоря, не помню Все, что я написал Но основные вещи Сбылись Да Да, сбылись И я всем рекомендую Это делать Я в это верю Хорошо, что ты сейчас Как раз нам в канун Рассказываешь эту историю И есть возможность Как раз Мама мне весь год ходила Ну вот что, доволен Я же звала тебя Я тебе звала Все сжигали А я демонстративно А я вот не буду Все, ничего не сбывается Вообще-то дебильная Какая-то традиция И просто весь год Я еле доковылял До следующего декабря Поэтому я всегда их пишу Я это люблю Теперь И считаю, что это правильно Господь слышит наши молитвы И видит наши молитвы Когда мы их записываем Поэтому в это надо верить И надо к этому стремиться Скажи, бабушка с дедушкой Каждый день приезжают А внучка посмотреть Понянчи чуть-чуть Или телефонными звонками Ограничиваетесь пока Пока не каждый день Все, конечно, видели Все общались Это мое желание Чуть-чуть ограничить Просто, ну, пока первый месяц Просто хочется чуть-чуть Чтобы малыш окреп Привык вообще к этому миру Вот Не хочется слишком много внимания Бабушки, дедушки рядом Они помогают Им большое спасибо Все, ответил Все ответил Тогда давай петь теперь будем Давайте петь Я не помню, что у нас там по списку Олежка Ну, включай что-нибудь А по ходу разберемся Песня называется Научиться без тебя дышать Песню написал Доминик Джокер Этот дождь никак не кончится Словно знает обо всем Хоть кричит, хоть не кричит, хоть кричит, хоть не кричит, Не вернуться на пророчество Не вернуться, не остаться И в который раз тебя терять Притвориться Притвориться Постараться Научиться без тебя дышать Плачет дождь и небо хмурится Как в заезженном клише Только это не на улице Это утнет в моей душе Нам для счастья нужно многое Много дара мне дают Притвориться Любовь уйдет своей дорогою Через несколько минут Не вернуться Не остаться И в который раз тебя терять Притвориться Постараться Научиться без тебя Дышать Знаешь Не вернуться И остаться И в который раз тебя терять Притвориться, постараться Научиться без тебя дышать Знаешь, как бывает, не взлетели Полюбить не значит удержать Только вряд ли я сумею Научиться без тебя С Новым годом, друзья! Но только не вернуться И не остаться И в который раз тебя терять Притвориться, постараться Научиться без тебя дышать Вот такая новогодняя песня, чтобы мы любили и были любимыми Чтобы наши близкие были здоровы Спасибо тебе огромное! Спасибо вам! Айда Доминик, хочется сказать Ну и конечно Айда Влад Топалов Все зафало, все очень круто! Одесситы они такие! Да, одесситки какие! Талантливые! У меня очень много, на мой взгляд, правда Искренне хороших песен, которые написал Доминик И я надеюсь, что они как-то со временем получат какое-то новое дыхание Потому что многие из них, на мой взгляд, чуть-чуть недооцененные, недоуслышанные Так скажем, он талантище Он просто глубочайший человек Просто великий и хороший друг и потрясающий композитор и поэт Сан Саныч, мы обожаем тебя! Он был у вас? Конечно, да! Слушай, Влад, дорогой, ты рассказал, что гастрольный тур будет в следующем году Даст Бог, обязательно В их альбомах На записочки буду писать Да, но среди пунктов, что мне кажется очень неправильно, мы не услышали Историю и пунктик под названием Сыграем свадьбу Да, я думаю, что-то Все же вас учат, когда, когда, где, что это Ну Регина признала, что ей хочется, что такое прямо детское, хорошее На низком старте весь глянец стоит, понимаешь Все ждут, когда чего-то Вот, да, так же, как я говорил ранее, вот мы ничего просто специально не делаем Вот, мы пока об этом даже не разговаривали Мы поняли, что это сделать хочется Ей, мне это сделать нужно Мама Таню сказала А? Да, 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 надо? Вот, поэтому мы это, конечно, сделаем с огромным удовольствием Я думаю, что, ну, ближе к лету, ближе к лету У нее день рождения, мы расписались В мой день рождения 25-го Ее папы 55 лет, честью Да, да, да А мы, может быть, сыграем свадьбу в ее день рождения 14-го июня Вы просто лишили себя теперь, понимаешь, праздника Я избавил себя от лишнего праздника Наоборот, отлично А, вот это что Наоборот, так, ну, несколько идей отдельно Свадьба, очень хорошо Мне с ней очень повезло с Региной, что она решила все это в один Отлично, в один день сразу все отстреляли и все забыли Это прекрасно Это прекрасно Это прекрасно, ей большое спасибо, да Но зато можно на неделю сразу гулять спокойно Куда-то выезжаете И так далее И так далее Поэтому так Нас особо не погуляют А гости-то, гости-то Ну, гости, да Гости-то не виноваты, знаете, что вы там вдруг почему-то Гости, да, гости пусть гуляют, да Пусть, конечно, гуляют Как делать предложение, расскажи, вот Потому что мы видели этот снимок в Инстаграм Этот вопрос Это количество лайков Ну, а как вот на самом деле Что можешь рассказать? Боялся ли, что будет не то решение, которое было? Ну... Волновался ли хотя бы? Такая вероятность всегда есть На мой взгляд, конечно Всегда есть, потому что Регина очень Такой вольный человек Конечно И она любит очень свободу Ну, любила, по крайней мере До 25 октября она очень ее любила Да, да, да Я волновался Это в июле было, да? Да, это было в июле Мы отдыхали с нашими хорошими близкими друзьями На лодке, в море Франция, все красиво Да, да, да Посреди моря средиземного И просто я встал на колено И сказал, что я тебя люблю Я очень хочу, чтобы ты была со мной рядом До конца моих дней Дай бог Вот Хочу, чтобы ты была моей женой Станешь ли ты Регина? По-моему, так я сказал Станешь ли ты Регина? Моей женой Вот И встал на колено Достал кольцо И она, конечно, сказала, что У меня выбора нет Да у меня же выбора нет Спасибо большое Вот один момент в жизни, который останется навсегда Могла как-то красить Да у меня же выбора нет, давай Ну, искренне, честно, как и есть Да, вот в ее стиле А Владиславом Михайловичем ты давно стал? Что? Владиславом Михайловичем ты давно стал? Она тебя так называет Частенько С самого первого дня, да Да, так ВМ, да Это такое уважение Такое невероятное, да? Ну, мне не нравится имя Влад Меня оно раздражает очень Здравствуйте, приехали Владик Она меня очень бесит Вся страна обожает Владислав мне нравится Владислав мне нравится Влад очень мне не нравится Это сразу как Она как-то звучит Ну, в общем, мне не нравится Она выбрала Владислава Михайловича Ну, ВМ она зовут, да ВМ, да Так очень коротко и хорошо Да, да А ты Регина Петровна или все-таки? Регина Петровна, да, Регина Ну, за исключением тех случаев В случае, когда там дорогая, любимая, бла-бла-бла, вот эти родные. Ну да, 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 мимишки все эти, вот эти штучки. Да, да, вот оставь, если в сторону, то Оригин Петровна, да. Весело вдвоем, скажи, пожалуйста. Очень, очень. Ой, сегодня была такая ситуация забавная, странная, просто. Ну, я не буду ее рассказывать в эфире, но просто у нас не соскучишься. У нас каждый день, ох, она, конечно, она, конечно, кадр, кадр. Но я ее очень люблю, она хорошая. Ей большое спасибо за все, что она делает для меня, для нашей семьи. Она терпит, как ты пишешь всегда в каждом посту, за терпение, любви, спасибо, за терпение. За терпение, за терпение. Ей вдвойне сложно, потому что она очень, как я сказал уже, она очень свободная. Ей очень сложно вот быть в семье. Поэтому вдвойне ей спасибо за это, да. Она клевая, она хорошая, умная, воспитанная, добрая, потрясающая, клевая, дай бог ей здоровья. Ну и всей семье, конечно, да. Что мы сейчас послушаем? А у нас еще есть время, да? Да. Да, мы сделаем, у нас есть машина времени. А, понял. А что там еще дальше? Я не помню, Олежков. Давай, что, достало, давай, достало. Достало меня, называется песня. Знаем такую. Ты не будешь жечь мне нервы, ни за что и никогда, я поставлю точку первых. И гудбай навсегда. И гудбай навсегда к черту лайки. Ты достало ключи, ни пачки, ни пачки, ни кричи. Ты достала меня, слышишь, все достало меня. Даю чувство льдом в бокале. Я устал, да, я устал. Мы с тобой не доиграли. Извини, это финал. Расчехлю свою гитару и возьму всех френдов старых. Накроет города Рамштайн. Ты другого покемона, для трека Мендельсона. Себе поймаешь статус мой оффлайн. Остаться не проси, внизу меня ждет такси. Ты достала меня. У зеркала ключи, не плачь, ни кричи. Ты достала меня. Слышишь, все достало меня. К черту шопинги, гламуры, на пол портрета губы. Все к черту ты достала меня. Ты другого покемона, для трека Мендельсона. Тебе поймаешь статус мой оффлайн. Остаться не проси, внизу меня ждет такси. Ты достала меня. У зеркала ключи, не плачь, ни кричи. Ты достала меня. Ты достала меня. Остаться не проси, внизу меня ждет такси. И ты достала меня. У зеркала ключи, не плачь, ни кричи. Ты достала меня. Слышишь, все достало меня. Все достало меня. Кейн. Владислав Попалов. Михайлович, тогда уже надо говорить. Спасибо большое. Теперь только так и только так будем непременно поздравлять. Влад, дорогой. Ну, наверное, тебе, как никому, есть за что благодарить в ходящий год 2018. Не то слово. Не то слово, да. Ты хочешь, чтобы я это сделал сейчас? Ну, может быть, тогда перечислил за что. За мою... Я не буду говорить по пунктам. Я скажу за мое счастье, которое во мне есть, которое у меня в голове, в душе, в сердце, в моем сознании, в окружающем меня мире, за мою семью, за моих близких, за моих друзей, за мою работу, за мою профессию. Спасибо Богу, что дал мне вот этот вот новый, новый свежий глоток воздуха в моей жизни. Я его очень ждал. Я о нем молился. Я о нем мечтал. Я для этого, на мой взгляд, много делал. И Господь услышал мои молитвы и мне это подарил. Так что спасибо, да, этому году. И спасибо всем людям, которые... Я это маленькая такая песчинка на вершине большого-большого айсберга, где много-много людей, которые верят, помогают, поддерживают, работают. С утра до ночи, когда я все-таки иногда сплю, эти люди сидят, работают, пишут письма, отвечают. В общем, это большой коллектив, и я бы без них точно не справился. Всем большое спасибо прямо в этом выходящем году. Мы будем очень ждать твоего альбома. Клипов. Мы будем очень ждать твоего концерта московского, потому что оно в другой город. Хотя, если московский не сделаешь, придется нам отправиться просто в тот город, где ты будешь поближе здесь. Выберем в твоем гастрольном графике и отправимся туда. Ну и, конечно, будет клип, я знаю, что тоже, надеюсь, придешь к нам обязательно и сделаешь премьеру. Мы тебя поздравляем с наступающим Новым Годом. Тебя, Регину, сыночка, всю вашу чудесную семью. Вы же уже и пара года, по версии, там даже журнала одного. Двух журнала? В двух. Да. Даже двух? Ну, конечно. Я думаю, что это даже по версии вообще всей нашей страны. Это точно могу сказать. Правда, вы очень красивые, замечательные. И дай бог вам многих-многих счастливых лет. Это прям огромное количество. Влад, ну ты давай дерзай программу «Концертная правда», пожалуйста. Ну все, я работаю над этим, будем делать, будем делать. Спасибо большое, с Новым Годом. И Сергей Лазарев тебе в помощь тоже. Конечно, конечно, конечно. Спасибо, с Новым Годом. С Новым Годом. Спасибо. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Спасибо.